Рождественской красавице почти полвека, и в этом году она удостоена чести украшать столицу Эстонии, радовать горожан и туристов. На этот раз поиски подходящего дерева оказались достаточно непростыми, ведь требования в отношении таллиннской ели очень высоки. Она должна быть и пушистой, и высокой. Одним словом, быть представительной и достойной исторического центра Эстонии. Причем важно, чтобы транспортировать ее было бы удобно, ведь перевезти груз весом около 5 тонн и длиной примерно 15 метров задача не из простых. На конкурс столичного правительства было предоставлено 14 деревьев, но, к сожалению, ни одной подходящей елки среди них не нашлось. Ели были либо слишком тонкими, либо с неровно торчащими ветками, либо слишком далеко от таллина. В итоге пришлось обратиться к кандидатам прошлого года, так как тогда было несколько достойных, и внимание привлекло отличное дерево из Вяна-Ису, которое в прошлом году заняло второе место. Операция «Установка рождественской ели» началась еще ранним утром, и примерно к двум часам дня елка прибыла в Таллинн. Многие помнят случай, когда в разных регионах Эстонии падали елки вместе с гирляндами и игрушками. Поэтому на этот раз к дереву был применен научный подход. Во-первых, специалисты проанализировали и предложили изменить форму основания ели, так что теперь она будет более устойчиво установлена в специальном углублении, которое имеется на Ратушной площади. Кроме того, была замерена прочность ствола, и по этим параметрам ель просто идеальна. Ну а главную гарантию того, что елка будет стоять аж до окончания православного Рождества, дал сам Дед Мороз, прибывший на церемонию. В эти минуты на Ратушной площади полным ходом идут работы по сборке домиков для будущей ярмарки. Если все пойдет хорошо, то ее открытие состоится уже в следующую пятницу. Виолетта Ланман, Вадим Малышкин, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.